В рамках Дней Астаны в регионе прошел бизнес-форум под названием «Межрегиональное сотрудничество между Астаной и Магисталской областью». В нем приняли участие Акимобласть Ерлтукжанов, заместитель Акима города Астаны Ермек Аманшаев, а также столичные бизнесмены. Была организована выставка-ярмарка местных товаропроизводителей, в рамках которой столичная делегация ознакомилась с производимой в нашей области продукцией. В первую очередь столичные гости посетили выставку-ярмарку, где была представлена продукция местных товаропроизводителей. Предприниматели из Астаны специально приехали в регион, чтобы принять участие в бизнес-форуме. С приветственным словом выступил Акимобласти Ерлтукжанов. Он рассказал о мерах, принимаемых во благо развития малого и среднего бизнеса. В финансовом ресурсе, в малом и среднем бизнесе, Магистраловская область с двенадцатого места вышла на второе место. В течение одного года. Это большая работа, которая была проведена. Вы, наверное, в курсе, что мы создали проект под названием «Норкапитал», который выдает кредит под один процент. Сегодня уже мы реализовали 900 миллионов, да, Шелбан Лазернов? 900 миллионов, в которых приняли участие 47 проектов. Они выиграли этот проект. Сегодня уже дальше общая сумма составляет 2 миллиарда 700 миллионов. Это совместно с фондом «Дому». Этот проект был начат совместно с Атомом и Кернгард. Вот это дополнительно они подключились к этому проекту. В ходе форума столичная делегация поделилась о планах на будущее. Если одни говорили о развитии столицы, то другие затронули тему поддержки предпринимателей. Ранее гости из Астаны посетили местные предприятия. Цель нашего визита в Мангистау – рассказать о развитии столицы, которой в этом году исполняется 20 лет. Мы также намерены укрепить бизнес-связи между нашими регионами и обменяться опытом. Также хотим выразить готовность к дальнейшему и тесному сотрудничеству. В ходе встречи подписано 6 меморандумов с целью укрепления межрегионального сотрудничества и повышения конкурентоспособности нашей области. В частности, заключены соглашения о развитии социально-экономических показателей, сферы промышленности, предпринимательства и туризма. Завершение бизнес-форума Кимобласти поручил руководителям управления проанализировать опыт столичных коллег и обратить внимание на проекты, которые необходимо реализовать в нашем регионе с целью дальнейшего развития. Сабина Балашкина, Фархад Шаткам, Каспиак, Парад.